Так, по судебному заседанию. Вчера было последнее в этом деле судебное заседание. Ну, я надеюсь, по крайней мере, так заявлено. Сказали, что больше никаких судебных заседаний не будет. Кто такой Кунта Хаджи? Герой или нет, да, ты хотел спросить? Кунта Хаджи герой? Сейчас же все сводится к этому вопросу. О любой личности исторической сейчас говорят, по крайней мере, со мной говорят строго в этом ключе. Такой это для тебя герой или нет? У нас был вопрос в эфире. Привет, Тумсо. Как ты относишься к Руслану Хазбалатову? Он в 92-93 годах выступал против алкаша Ельцина и его реформ. Привет, Миша Мишин. У меня отношение к Руслану Хазбалатову негативное. Я плохо к этому человеку отношусь. Но это связано не с тем, как у него там были, какие у него там были разборки с Ельциным. Это связано с его ролью, его позицией в нашем суверенном государстве. То, как он себя повел тогда, когда очень важно было объединиться и всем вместе выступить против единого врага, тогда он повел себя, к сожалению, не так, как должен был повести. Поэтому все люди, кто тогда оказались в оппозиции, которые играли на руку России, выступали на ее стороне, конечно, ко всем этим людям отношение негативное. Это Завгаев, это Хазбалатов, это Автурханов, это Хаджиев и другие какие-то действующие лица, Гантамиров, разумеется. Это были такие лидеры так называемой оппозиции тогда. Но помимо них были еще там и под ними ходящие разного рода товарищи. И ко всем к ним отношение, конечно же, негативное. Хотя Хазбалатов, конечно, многие о нем часто говорят, спрашивают, так как Хазбалатов был во время Советского Союза, был вторым человеком в стране. И да, это, конечно, круто. Если бы он проявил себя как надо, в то время, когда мы объявили суверенитет, когда мы стали бороться за свою государственную, за свою независимость, когда на нас пошли войной. Если бы он тогда повел себя правильно, занял бы нужную позицию, он сегодня был бы любим для нас. Но, к сожалению, он упустил эту возможность. Трансовая Ичкерия существовала благодаря секретарю Совбеза РФ Березовскому, который управлял всей Россией при недееспособном президенте Ельцине и торговал людьми и оружием с Масхадовым и Тудаевым. Бег Агамалов в Ичкерии, когда появилась Ичкерия, объявила о своем суверенитете, тогда вообще никто в России не знал, кто такой Березовский. В принципе, этот человек не был вообще известен. Березовский появился уже в середине 90-х. И да, действительно, в то время при Ельцине он был такой очень весомой фигурой в России. Надо отдать должное. И надо также помнить, что Путин к власти привел именно Березовский. Что он стоял за его предвыборной кампанией и всячески продвигал его. Поэтому, да, и Березовский, конечно, был важной фигурой в России. Да, он сыграл определенную роль и в нашей стране. По крайней мере, во второй половине 90-х, когда мы уже жили в период этих между двух войн. И здесь какую роль он сыграл для нас, позитивную или негативную, по-разному можно это оценивать. Во всяком случае, нам нужно научиться признавать свои ошибки и понимать, что все те беды, которые нас коснулись, они коснулись по нашей же вине. И все те успехи, которые мы имели, они были также дарованы нам, Всевышним Аллахом, благодаря тому, что мы тогда предпринимали правильные действия. А те беды, которые мы получили, мы их получили тоже из-за того, что мы предпринимали неправильные действия. То есть, это то, что приобрели наши руки. И в этом виноват не Березовский, не кто-то еще. В этом виноват прежде всего мы сами. А потом уже все остальные. Остальные все люди, в том числе и Ельцин, и Путин, это те причины, посредством которых Аллах наказал нас, либо испытал нас. Это то, что приобрели наши руки. Вот это нужно понимать. Так, по судебному заседанию. Вчера было последнее в этом деле судебное заседание. Ну, я надеюсь, по крайней мере, так заявлено. Сказали, что больше никаких судебных заседаний не будет. Здесь немножко другая практика. Не как в России. Здесь вообще надо отметить, что судебная практика в Швеции, она очень такая человеческая, удобная. Без каких-то понтов вот этих. Вот нет вот этого, знаете, типа, всем встать, суд идет. Подсудимый там, встаньте, такой-то сядьте. Вот ничего такого нет. Никто не встает, не садится. Все разговаривают, сидя. Нет никаких вот этих мантий на судьях, видели, в России, там, в других странах. В Великобритании вообще в каких-то белых париках сидят. То есть, вот этого всего нет. Просто обычные люди сидят. Судьи, они обычно одеты. Они могут на одном судебном заседании быть строго одетыми, там, в костюмах. На другом судебном заседании они как-то по-простому бывают одеты. Даже можно сказать, ну, не в спортивной, конечно, форме, но бывает такая легкая одежда, типа, батник какой-нибудь, там, олимпика, типа, такая спортивная куртка. Короче, все устроено очень по-простому, без каких-либо понтов, без пафоса, все очень просто. И, в отличие от России, здесь приговор, он выносится, то есть, он не на судебном заседании выносится. Не бывает такого, что, значит, подсудимый, встаньте, ему зачитывают приговор, вам понятен приговор, там, тот, да, у вас есть возможность выступить там с последним словом, и он выступает с последним словом. Это вот в России такая практика. Здесь такого нет. Здесь решение выносится уже вне судебного заседания, сами судьи его выносят и просто по почте рассылают его заинтересованным лицам. Поэтому вчера прошло вот это последнее судебное заседание, на котором было, просто было зачитано заключение эксперта, судмедэксперта, психиатрическое. В принципе, это заседание не несло в себе никакого смысла, на самом деле, они могли бы результаты этой экспертизы разослать нам также по почте, и мы его получили бы, почитали. Я, ну, видимо, это у них по практике так было положено, это все зачитывать в судебном заседании, поэтому нас собрали, просто зачитали, что они признаны вменяемыми, никаких психических отклонений у них нет. Соответственно, они должны нести ответственность за содеянное. И сказали, что все, ребята, значит, приговор вы получите 8-го, по-моему, января. И на этом мы нас отпустили, мы все разъехались. В общем, теперь мы ждем этого приговора. Как я напомню, что прокурор запросил 10 лет тюрьмы для... Не так. Здесь формулировка бывает такая, не менее 10 лет. То есть прокурор говорит, типа, если вы выносите, то выносите не менее этого, они могут больше дать. Не менее 10 лет запросил для него, и не менее 8 лет для сообщницы. А какое решение примет суд, мы узнаем, иншалла, 8-го. Еще практика судебная здесь такая, что, значит, 4 судьи, они присутствуют на всех заседаниях. Один как бы председательствующий судья и три федеральные, у них как это называется, легальные, кажется, называются. Три легальных. И решение принимается таким образом, если двое, например, у них не произошло единогласие, допустим, не согласны они с тем, чтобы дать, например, 10 лет. И в этом случае, допустим, двое судей говорят 10 лет, двое судей говорят 8 лет, то принимается наименьшее. То есть выигрывают те судьи, которые меньше срока дают подсудимому. То есть все устроено таким образом, чтобы это было в пользу подсудимому. Если же получается так, что три голоса против одного, тогда побеждает большинство. Если два на два, то побеждает то, которое наименьшее. Вот такие, в общем, правила. А ты сколько хотел бы, чтобы им дали? Ну, мой адвокат, а здесь, кстати, адвокат тоже может запрашивать срок. Мой адвокат запросил для него пожизненное. Это, кстати, это тоже как бы не от фонаря запрашивать, чтобы вы понимали. Это не значит, что мой адвокат такой от фонаря сказал, типа, вот ему пожизненное. То есть это все нужно обосновывать законом. Тот срок, который запрашивают и прокурор, и адвокат, они обязательно ссылаются на законодательство Швеции. Обязательно ссылаются на какие-то прецеденты. То есть здесь официально вроде и не прецедентное право в Швеции, как, например, в Великобритании. Но при этом, по крайней мере, в суде звучат эти прецеденты. Они говорят, что на такой-то земле, точнее здесь коммуны, в такой-то коммуне, значит, было вынесено такое-то решение. Там обвинялся человек в том-то и том-то. Он сделал то-то-то за это. Он получил вот это. То есть это уже прецедент. И типа на основании вот этого мы просим тоже сделать вот так-то. В общем, это все вот таким образом как-то обосновывается. И закон, и прецедент. И вот мой адвокат, ссылаясь на законы Швеции, также указал какой-то прецедент, где было покушение на убийство. Это тоже было политическое. Здесь, кстати, в Швеции всего два случая политического убийства. Точнее покушения. Ну и убийства тоже. Когда за этим делом стоит иностранное государство. И вот мой случай, это второй. А до меня был первый. Это какой-то узбекский, по-моему, имам, которого пытались тоже убить. И его... Преступник, который на него покушался, по-моему, ему дали пожизненное, если я не ошибаюсь. В общем, на это как-то апеллировал мой адвокат и запрашивал пожизненное. Субтитры подогнал «Симон»